МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ в студии Анны Корохова. Начали о событии, которые имеют отношение ко всем нам, жителям нашего родного, любимого города. В этот день, 61 год тому назад, у него появилось третье название. 10 ноября 1961-го вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании Сталинградской области в Волгоградскую и города Сталинграда – Волгоград. Все мы стали волгоградцами. О ближайшие полчаса вы узнаете, сколько туристов посетили наш регион в этом году, как свои шедевры создает известная волгоградская художница Оксана Радченко и где можно проголосовать за один из проектов преображения острова Сарпинский. И теперь обо всем по порядку. Добро пожаловать в регион, где очень многое напоминает о подвигах наших предков, героев. Но в Волгоградской области есть много другого интересного с точки зрения истории, и архитектуры, обычаев жителей этих мест. Почти 1 миллион 400 тысяч туристов посетили наш регион за 10 месяцев этого года, что более чем на 300 тысяч превышает показатели всего 2021-го. Кстати, теперь туристы проводят в городе Герои области почти в два раза больше времени. Осенью самыми активными посетителями нашего региона стали жители Челябинска и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края. Россияне могут быстрее и удобнее добираться до Волгограда, избегая пересадок благодаря открытию прямых авиарейсов из Екатеринбурга, Сургута и Перми. Продолжаем часто встречать на улицах и гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Воронежской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики, Татарстан. Среди иностранцев в наш регион чаще всего приезжают граждане Казахстана, Белоруссии и Армении. Волгоградская область продолжает становиться все более гостеприимной. В ней готовы принять гостей 386 гостиниц и отелей. Есть разнообразная сувенирная продукция, чтобы сохранить и материальную память о поездке. Разрабатываются новые маршруты, чтобы скучно не было никому. В бархатный сезон 2022 туристы выкупили на 50% больше номеров в отелях, чем в сентябре-октябре прошлого года. Путешественники выбирают Волгоград еще и благодаря продолжительному теплому сезону. Востребованы экскурсионные туры для школьников по памятным местам Сталинградской битвы. Добираться до мест удобно в регионе модернизируют дороги и инфраструктуру. Благоустраивают новые общественные пространства. Появляются удобные точки общепита. Губернатор Андрей Бочаров обозначил туристическую отрасль как одну из перспективных точек роста экономики Волгоградской области. Прикоснуться к прекрасному, по-новому взглянуть на бескрайнюю и многоликую степь. А в музее имени Ильи Машкова открылась юбилейная выставка известной волгоградской художницы, мастера декоративно-прикладного искусства Оксаны Радченко. Горячий батик, травление по ткани, ручное ткачество, игольное кружево и не только. Используя различные техники, Волгоградка воплотила собственные впечатления от природы и сказок нашего края. Как создаются незабываемые шедевры и почему желание создавать сказку превыше всего, расскажет Илья Власенко. Юбилейная выставка известной волгоградской художницы, мастера декоративно-прикладного искусства Оксаны Радченко открылась в музее Машкова. Десятки оригинальных работ, выполненных в самых различных техниках, вдохновлялась Оксана Геннадьевна природой и историей нашего края. Это, наверное, выражение любви к нашему краю, к междуречию Волги и Дона, которая совершенно уникальна. Если вы посмотрите на нашу область на карте, вы увидите, что она напоминает огромное сердце. Наверное, это не случайно. Оксана Радченко – человек поэтический. Считает, самое ценное в жизни – это чувства и эмоции. Те впечатления, которые вызывают желание говорить о них. Оксана Геннадьевна окончила Волгоградский государственный институт искусств и культуры по направлению текстиль-декоративно-прикладное творчество. Работа с тканью давно привлекала художницу. Оксана Радченко даже разработала собственную авторскую технику – художественная марля. Работы, выполненные в этом стиле, также представлены в экспозиции. Это просто, казалось бы, белая вот такая непонятная ткань. Но когда ее начинаешь складывать, поворачивать, она дает какие-то переходы тона, она дает прозрачность. Она дает эффект жесткости в некоторых моментах. То есть она просто волшебна. В экспозиции представлено около 70 работ, посвященных природе, истории, мифам и сказкам Волгодонского бассейна. Лейдмотивом юбилейной выставки известной волгоградской художницы стала бескрайняя, раздольная и многоликая волгоградская степь. Она меняет цвета и оттенки, сурово и стойко переносит холодные ветра зимы, а весной очаровывает пряным ароматом. В работах Оксаны Радченко – истоки народной культуры. При этом в них по-новому звучат символы и орнаменты декоративно-прикладного искусства кочевых народов. Желание создавать сказку. Слово «сказка» сейчас имеет такое значение – неправда. А когда-то оно имело значение рассказ. И вот я рассказываю о том, что вижу, о том, что чувствую, о семиминутных каких-то впечатлениях, о семиминутных образах. И мне хочется, чтобы то, что я чувствую, почувствовали те, кто на это смотрит, почувствовали радость какую-то и восхищение тем, что мы видим вокруг. Оксана Радченко уверена – техническое воплощение проще самой задумки. Самое трудное – композиционно трансформировать образ, который складывается в голове. Ты ищешь, ругаешь себя, что-то может не получаться, возвращаешься к этому. Но когда ты уже понимаешь, что это должно быть, что это у тебя в голове сложилось, и на бумаге оно вылилось, и ты начинаешь работать с тканью, оно само идет. Но технически, если говорить о времени, например, летом это делается достаточно быстро. То есть даже большую работу можно сделать за день, потому что быстро высыхает, как бы тебе сама природа помогает. В работах Оксаны Геннадьевны много птиц и ярких полевых цветов. Насыщенные оттенки привлекают внимание зрителя и помогают сфокусироваться на картинке. Я люблю яркие цвета, я люблю контрасты. Есть у меня определенные работы, где там какие-то есть переходы, тоны и так далее. Но мне нравится, чтобы цвет пел, чтобы он был громкий, чтобы это как мгновенное ощущение воспринималось. На выставке представлены 12 больших вертикальных полотен. Каждая посвящена определенному месяцу в году. Они словно дверь, которую приоткрывает человек, чтобы попасть в удивительный мир природы. Одна из таких работ – июльские подорожники. Почему подорожники хотят? У доды, казалось бы, цикорий. Дело в том, что когда-то на Руси цикорий назывался подорожником, потому что рос вдоль дорог, очень много его было, видимо, наверное. И у доды, как птицы, тоже назывались подорожниками. Ну, как их можно было не объединить в одну работу, конечно. Тем более, что они сами такие яркие, звучные, колоритные птицы. Уже 16 лет Оксана Радченко преподает в Центре художественного творчества Волгоградского государственного аграрного университета. Поэтому в числе первых гостей выставки – ее ученики, коллеги по работе и близкие друзья – пришли не с пустыми руками. Цветы и подарки – в знак благодарности за возможность прикоснуться к прекрасному. Она не только удивительный художник, она мастер слова, она педагог от Бога. И поэтому каждая встреча с ней – это радость, это прикосновение к истине и прикосновение к добру. И каждое произведение, которое мы здесь видим на выставке, оно несет столько смыслов, но самое главное – это прикосновение к ценностям нашей отечественной культуры. И каждая картина – это впечатление. Александра Сапункова – ученица-художница. Восхищается каждой работой Оксаны Радченко и, глядя на них, испытывает море впечатлений. Каждая работа по-своему великолепна. В каждой работе можно для себя найти какую-то определенную частичку души, и какой-то момент или узор даже может прям запечатлеть, и ты в него окунаешься и погружаешься полностью. Кто-то увидит для себя там какое-то настроение определенное или еще что-то. Работы Оксаны Радченко были представлены на межрегиональной художественной выставке «Юг России-12». Произведения волгоградской художницы хранятся не только в музее Машкова, но и в частных коллекциях как России, так и за рубежом. Насладиться красотой живописных полотен волгоградцы могут до 20 ноября. Илья Власенко, Глеб Волков. Время новостей. Волгоградцам предлагают выбрать проект благоустройства крупнейшего на Волге одного из самых больших в Европе островов – острова Сарпинский. Архитекторы Центра компетенции по вопросам городской среды ВИАС предлагают определиться, какие территории активности могут появиться на острове и с помощью каких видов транспорта удобнее туда добираться. Проголосовать за различные варианты преображения территории можно в нескольких социальных сетях. Жителям предстоит ответить на несколько вопросов. Выбрать транспорт, с помощью которого добираться до острова удобнее всего – речной трамвайчик, автомобиль или канатную дорогу. Какие зоны отдыха могут появиться на Сарпинском – турбазы, пляжи или кемпинги. Голосование продлится до 18 ноября. Выбрать вариант можно на официальной странице ВИАЗа ВКонтакте или через гугл-форму «Концепции развития острова Сарпинского». В рамках комплексного развития туристического кластера Волгоградской области архитекторы Центра ВИАЗ создают единую концепцию благоустройства двух островов – Сарпинского и Голодного. Главная задача – сохранить природную среду. Подробно о существующей концепции преображения островов можно узнать в программе МТВ «Тень района Кировский», «Природная жемчужина Волгограда», «Остров Сарпинский». В Волгограде стартовала реконструкция пешеходной зоны на Аллее Героев. К обновлению приступили специалисты муниципального учреждения «Северное». С помощью спецтехники они демонтируют плиточное покрытие на тротуаре напротив дома по улице Аллея Героев-3. Тротуарную плитку, пригодную к использованию, передадут в коммунальные службы других районов Волгограда для обустройства пешеходных дорожек. Специалисты заменят устаревшие скамейки на современные и комфортную парковую мебель, модернизируют системы освещения и автополива. Все растения сохранят. Агрономы дополнительно уложат рулонный газон. Работы проведут с полным сохранением изначального замысла архитекторов и функционального назначения территории. Аллея Героев – объект культурного наследия регионального значения. К работам допущены только организации с соответствующей лицензией. МБУ «Северное» имеет все необходимые разрешения для работы на подобных объектах. Обновление территории ведут в комплексе с реставрацией расположенных на ней памятников. Вопросы развития центральной части города обсудили губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко в октябре этого года. Реконструкция главной пешеходной аллеи Волгограда – часть масштабного проекта по развитию центральной части города Героя и прибрежной зоны. В единую зону отдыха вошли ранее приведенные в порядок территории у стадиона «Волгоград-арена», парк Победы, Царицынский парк, сквер у пожарного парохода «Гаситель», сквер имени Пушкина. Кроме того, продолжается работа по благоустройству верхней террасы центральной набережной и продлению парковой зоны на нижней террасе. Еще на двух пешеходных переходах в Волгограде появятся светофоры. На завершающем этапе их установки приступили подрядчики в Советском и Кировском районах. На пешеходных переходах по улице Электролесовской рядом с остановкой общественного транспорта «Заря Волгограда» и на улице Лимоновой рядом с остановкой 9-я больница рабочие начали подключать по 6 транспортных и по 4 пешеходных устройства к сети энергоснабжения. Ведут настройку и тестовые испытания систем управления. Для наиболее полного информирования водителей над проезжей частью рабочие установили конструкции опоры с сигнальными устройствами. В перечне работ также монтаж новых дорожных знаков для каждой полосы движения. Ранее в рамках муниципального контракта компания-исполнитель установила два светофорных объекта в Держинском районе, на перекрестке проспекта Жуково и улице Иртышская, а также на улице 8-й воздушной армии. В ходе модернизации на пешеходных переходах установлены 33 транспортных и 26 пешеходных сигнальных устройств. На все оборудование в рамках контракта в течение четырех лет действует гарантия. Комплексная работа по повышению безопасности автомобилистов и пешеходов ведется в Волгограде на постоянной основе. В прошлом году комплексную реконструкцию провели на перекрестке улицы Землячки и проспекта Дорожников. Вместо обычного Т-образного перекрестка здесь организовали круговое движение с дополнительными полосами для транзитного транспорта, турбокольцо, построили пешеходные дорожки и парковочные площадки. В этом году проведены работы по расширению проезжей части от перекрестка с дорогой к МНТК «Микрохирургия глаза» до центрального въезда на территорию больницы номер 25. Весной этого года на 113 перекрестках Волгограда были установлены 500 информационных устройств белолунного цвета с изображением пешехода и стрелки, предупреждающие водителей о наличии за поворотом пешеходного перехода. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. Еще 41 жителей региона заразился COVID-19, 13 человек госпитализированы. Такую информацию сообщает региональный оперативный штаб. К сожалению, от последствий опасной инфекции скончался один человек. После полного выздоровления врачи выписали 49 пациентов. В темное время суток и при плохой погоде риск ДТП возрастает многократно. Сырой асфальт, слабое освещение, заметить пешехода на дороге да еще вне зебры практически невозможно. Как избежать несчастных случаев и чувствовать себя в безопасности в любое время суток? Сотрудники госавтоинспекции Волгоградской области провели профилактическую акцию «Засветись» и напомнили волгоградским пешеходам о важности световозвращающих элементов. Осенью и зимой, когда большую часть суток темно, даже взрослого пешехода заметить на дороге удается с трудом. Ребенок и вовсе почти не видим. Исправить ситуацию помогают светоотражающие элементы, вставки, значки или эмблемы. И это тот случай, когда много света не бывает, говорят сотрудники ГИБДД. Виден – значит жив. Люди очень любят использовать темную одежду, и поэтому мы напоминаем, что на одежде, на трассе обязательно наличие световозвращающих элементов. В городе это рекомендательный характер, но тем не менее это поможет спасти вашу жизнь. Чтобы напомнить Волгоград самоважности световозвращающих элементов, сотрудники госавтоинспекции вместе с общественниками вышли на один из оживленных переходов на трассе Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань в Городичинском районе. Вручили пешеходам световозвращающие аксессуары и рассказали, как правильно расположить их на верхней одежде. Чтобы в темное время суток тебя было видно, мы тебе подарим световозвращающую, ты можешь ее одеть. Спасибо. И в темное время суток тебя будет видно. Так что будет безопасность, соблюдай правила дорожного движения. Спасибо большое. Световозвращающие элементы помогают пешеходам стать заметнее на дороге. При плохом освещении, при ближнем свете фар, пешехода без световозвращателя автомобилист сможет заметить лишь за 25-50 метров, тогда как со световозвращателем расстояние увеличивается до 200, а этого уже достаточно, чтобы водитель успел вовремя среагировать. В Михайловке сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. В Волжском полицейские обнаружили угнанный автомобиль, а двое волгоградцев, поверив мошенникам, лишились почти 2 миллионов рублей. Сводку происшествия за минувшие сутки представит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД Мария Шелихина. Полицейскими города Волжского задержан подозреваемый в убийстве. Труп 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, многочисленными ножевыми ранениями, был обнаружен в квартире поселка Краснооктябрьский. В ходе проведения оперативных мероприятий был задержан подозреваемый, 28-летний ранее судимый Волжанин, хозяин квартиры, который в ходе совместного распития спиртных напитков нанес своему гостю несколько ножевых ранений. Подозреваемого в незаконных операциях с наркотиками задержали инспекторы ГИБДД в Михайловском районе. На посту полицейские остановили автомобиль Деонексия. В ходе досмотра у 23-летнего пассажира, жителя Воронежской области, полицейские обнаружили пакет с синтетическим наркотиком – мифедроном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Угон отечественного ВАЗа раскрыли оперативники в городе Волжском. 52-летний владельц автомашины обратился в полицию после того, как обнаружил отсутствие своего автомобиля на парковке. В ходе разыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен неподалеку от места угона, а также задержанный автоугонщик – 17-летний подросток. При помощи отвертки он взломал водительскую дверь, покатался по городу, после чего бросил автомобиль. Почти 2 миллиона рублей похитили мошенники со счетов двух волгоградцев. Так, неизвестный под видом сотрудника банка предложил 75-летний жительница Дзержинского района установить защиту на банковский счет. Однако, вместо этого установил удаленное приложение, после чего похитил со счета пенсионерки 274 тысячи рублей. Полиция региона призывает граждан к бдительности и напоминает, что по всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, необходимо обращаться лично в отделение банка. Не доверяйте сомнительным телефонным звонкам, не устанавливайте неизвестные программы и приложения. Самая высокооплачиваемая вакансия в Волгограде. На какие цели жители города Героя чаще всего берут кредиты и должны ли соседи платить за должников по ЖКХ? В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций информационного портала МТВ.онлайн. Режим гиперхлорирования воды продолжает действовать в Волгограде. За качеством живительной влаги, которая поступает в дома, следят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Можно ли сейчас пить воду из-под крана? Волгоградского кадета наградили медалью за проявленное мужество. Торжественная церемония прошла в Совете Федерации. Весной Даниил Золотарев спас маленького ребенка, который провалился под лед. Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль дело о ДТП с тремя подростками. В результате столкновения иномарки с грузовиком погиб 17-летний водитель легковушки. Еще двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы. Более двух тысяч многодетных жителей Волгоградской области получили родительский капитал с начала этого года. Размер единовременной выплаты составляет 77 700 рублей. Как оформить пособие? А также, какая вакансия в ноябре стала самой высокооплачиваемой в Волгограде? Для чего волгоградцы чаще всего берут кредиты? И комментарий юриста, должны ли соседи платить за должников по ЖКХ. Об этом и не только читайте на сайте mtv.online В Волгограде открылась выставка, посвященная ровесникам современной России, тем, кто родился в 1991-м, в год, когда СССР прекратил свое существование. Экспозицию подготовил Институт региональной экономики и социального проектирования совместно с Музеем изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Какие установки и ценности хранит поколение 30-летних, о чем они мечтают и переживают, узнала Анна Полякова. В выставке приняли участие 13 человек. Герои события, авторы и кураторы проекта «Я Россия. Манифест 30-летних». В лихие 90-е они были детьми и практически не осознавали происходящего, но уже чувствовали нарастающую тревогу, фоном слышали о развале СССР, межнациональных конфликтах и дефолте. Мы никому не отказывали и взяли тех, кто согласился на такой долгосрочный период участвовать в нашем проекте. Я думаю, что у нас выставка будет дальше развиваться, потому что сейчас нам продолжают писать люди, продолжают писать свои комментарии. Авторы стремятся показать параллель между развитием постсоветской России и первым поколением родившихся после распада Советского Союза. Детство этих людей выпало на столкновение страны с новыми реалиями, которым взрослым их же родителям пришлось быстро адаптироваться. Пейджеры, видеокассеты, фотоальбомы с дневниковыми записями. У каждого свои воспоминания и свои особенные предметы, напоминающие о конце 20-го века. Но все-таки важнее здесь не просто ностальгировать, а делать выводы и думать о будущем, признаются авторы проекта. «Лет пять или даже год назад я бы сказала, я мечтаю жить хорошо, красиво и классно, чтобы все было и ничего нам за это не было. То сейчас, наверное, единственное, о чем я мечтаю, чтобы была стабильность, чтобы было спокойствие и было какое-то вообще понимание будущего». Помимо артефактов эпохи в экспозиции представлены результаты социологического исследования об особенностях поколения 30-летних. 90-е годы смятения, поиска, потерь, падений и взлетов, когда Россия становилась на путь глобальных реформ. Родившиеся в эту эпоху субпоколения миллениалов, у которых свои взгляды на жизнь и определенные ценности. «Семья для нас очень важна, но завести ребенка во что бы то ни стало или к какому-то определенному времени для нас такой цели не стоит. В основном мы позже заводим семьи и связано это в первую очередь не с нашей инфантильностью, как многие думают, а с тем, что мы просто хотим больше добиться в жизни, встать на ноги и потом уже заводить семью». Энтузиазма у поколения детей 90-х достаточно, чтобы покорять вершины. Четкое понимание цели и ощутимая окружающим энергия. Именно эти люди сейчас задают тренды в науке, искусстве, приходят на ключевые посты в экономике и публичном управлении. «Мы не отрицаем поколение других, мы его принимаем и на основе этого двигаемся. Я как из этого поколения, можно сказать, успел заскочить в вагон 30-летних, мне 40 лет только через 4 года. Я, можно сказать, подписываюсь под этим, что нельзя отрицать прошлое, это поможет формировать настоящее и будущее в дальнейшем». Анкеты, игрушки, коллекции, наклейки и не только. Для детей 90-х это не просто забытые вещи, а часть жизни. Узнать, как они оценивают себя в контексте 30-летнего пути развития России и посмотреть на арт-объекты знакового исторического времени можно до конца 2022 года. Анна Полякова, Виталий Грищенко, Время новостей. Анна сочиняла музыку к песням о героях и значимых событиях в истории родной страны. Эти композиции становились хитами на десятилетия вперед, ее называют живой легендой. 93 года исполнилась народной артистке СССР почетному гражданину города-героя Волгограда Александре Николаевне Пахмутовой. На малой родине композитора в Бикетовке открылся всероссийский конкурс-фестиваль молодых исполнителей современной песни, что привлекает молодежь в творчестве знаменитого композитора, узнала Дарья Коломыченко. Я выпускник музыкальной школы номер один. Раньше принимал участие в конкурсе Александра Николаевна Пахмутовой, занимал первое место. Он тогда в 2012 году был международного масштаба. Она может тебе рассказать очень многое, очень интересно, очень хорошо, очень полезно ее слушать, потому что она невероятный человек. Невероятный человек и композитор с большой буквы «Талант», подаривший стране великое множество хитов, которые не теряют своей актуальности и сегодня. Старый клён, надежда, трус не играет в хоккей, горячий снег, хорошие девчата и еще сотни всем известных и всеми любимых песен. Все они золотыми буквами вписаны в историю и культуру СССР и России. Их автора знает каждый – Александра Николаевна Пахмутова. Ее песни исполняли все звезды советской эстрады – Магомаев, Лещенко, Толкунова, Кристалинская, Герман, Кобзон. А сегодня их поют дети. Буквай начало, букварь они, спасибо за то, что открыл нам немало мудрых книг. Юные исполнители наравне с профессиональными музыкантами восхищаются творчеством нашей прославленной землячки. В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Песню мы взяли, ну это одна из известных песен Пахмутовой. Мы, конечно, поем ее песни и очень ее любим. Фестиваль «Творческая неделя» на родине Александра Пахмутовой открылся впервые за последние три года. Его долго ждали, к нему готовились. Он объединил более 60 участников разного возраста из нескольких регионов нашей большой страны. Мы очень любим этот конкурс, конкурс имени Александра Пахмутовой. Не один год уже участвовали в нем. Часто детки выступают на этом конкурсе и всегда очень рады. Песни, конечно, Пахмутовые, они всегда живы, они всегда актуальны. Моя Россия, ну, что очень душевная песня, очень нравится она мне. Это родина, дом мой, почему я хожу, моя земля. Мальчишки и девчонки выбирают самые разные песни композитора. Они выходят на сцену и зрители замирают. Каждая строчка берет за душу, особенно когда о любви, дружбе и мире поют дети. Оценивают ребят ведущие специалисты вокального искусства из Москвы, Астрахани и Волгограда. Александра Николаевна Пахмутова – это человек-легенда нашей эпохи, нашего времени. И я очень рада, что ее творчество продолжается в детях, что есть такой бесподобный конкурс. Потому что сейчас, как никогда, наша страна нуждается в новых смыслах, в таких опорах. И как раз-таки творчество очень часто является теми самыми опорами для общества, для людей. Через творчество можно поднять дух. Здорово, что дети являются преемниками такого наследия. Фестиваль по традиции проходит на малой родине Александры Пахмутовой в Бикетовке на сцене детской школы искусств номер один. В этом году конкурс приурочили ко дню рождения великого композитора и 80-летию победы в Сталинградской битве. В песнях Пахмутовой огромный заряд патриотизма и нравственности. Победители выступят на галоконцерте в феврале 2023 года. Этот галоконцерт мы планируем, в общем-то, традиционно на сцене, на большой сцене в сопровождении симфонического оркестра. Так было, когда к нам приезжала Александра Николаевна. Для нашей школы это символ творческого восстановления от маленького ребенка, от маленькой девочки до фактически иконы композиторского стиля. В 2018 году конкурс фестиваля имени Пахмутовой детской школы искусств номер один стал обладателем президентского гранта. Это уникальный проект профессионального и духовного становления талантливой молодежи и огромная часть музыкальной жизни города-героя Волгограда. Дарья Коломыченко, Глеб Волков. Время новостей. От Земли до них 9 триллионов километров. Это два гигантских космических объекта в глубине чужой галактики. Недавно ученые смогли получить снимки этих далеких туманностей. Что интересного и загадочного, поведали фотографии. Смотрите в программе «Тайны космоса» сразу после выпуска новостей на МТВ. И, конечно, не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале МТВ.онлайн. Полная коллекция видео на рутуб.ру не пропустите. Главное – подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в прямом эфире на МТВ уже в 17.00. Не переключайтесь. В Волгограде сегодня ясная погода. Ветер южный до 3 метров в секунду. Температура воздуха 5-7 градусов со знаком «плюс». Субтитры подогнал «Симон»